Сотни километров дорожного полотна, туннель 3800 метров, два грандиозных эстакадных моста – все это в суровых горах, куда не ступала нога человека. Альтернативная дорога Север-Юг – самый амбициозный проект Кыргызстана с обретением независимости. Приступили к строительству магистрали в 2014 году. Его общая стоимость оценивается в 850 миллионов долларов. Работы ведутся в три фазы. За реализацию проекта смелилась взяться китайская компания China Road and Bridge Corporation. За 18 лет присутствия на рынке Кыргызстана она участвовала в строительстве множества международных автомобильных коридоров. Кроме того, китайская компания China Railway номер пять, она задействована в строительстве, является подрядчиком строительства автодороги Бишкек-Карабалта. Совместных проектов у нас очень много, если так назвать. Вы знаете, что до этого строилась дорога Бишкек-Нару-Торугард, вы знаете, тоже строилась дорога в Боумском ущелье. Запуск подстанций. Датай Кемин не только позволил обеспечить бесперебойной электроэнергией юг и север страны, но и создать собственное, пусть даже небольшое, энергокольцо. Подрядчиком строительства подстанций также выступила китайская компания TWA. Общая сметная стоимость проекта составила почти 390 миллионов долларов. Средства предоставлены в рамках кредитного соглашения, подписанного правительством Кыргызстана и Эксимбанком Китая. Китайские компании задействованы и в горнодобывающей сфере. Ими активно разрабатывается ряд золоторудных месторождений, как Талдобулак и Левобережный. Это уже завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Он пока работает на полную мощность. Вместо 500 человек трудится треть. Причина – всем известная пандемия. Завозить сырье не удается, обходятся местной продукцией. Зато даже в период карантина деятельность не была прекращена. С Китаем переговоры по запуску завода проводились три года. Вели его в строй полтора года назад. Инвесторы из КНР вложили 40 миллионов долларов. В нынешнем году мы произвели 5 миллионов радиаторов. В основном экспортируем в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан. Реализуем им на местном рынке. Мы планируем увеличить объем выпускаемой продукции до 10 миллионов единиц. Но для нас важна стабильность в стране. Китайских, в том числе совместных предприятий, в Кыргызстане около 600. Большинство из них вносят вклад в улучшение инфраструктуры. Потенциал для дальнейшего развития двухсторонних отношений огромный. Приоритет – торгово-экономическое сотрудничество. Правда, на цифровых показателях сказываются объективные причины. Из-за коронавируса за 9 месяцев года товарооборот между государствами составил лишь 590 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом, 2020 года уменьшилось на 2,3 раза. Из них экспорт составил 38 миллионов долларов, что и уменьшилось на 22,3 процента, а экспорт составил 552,4 миллиона долларов, и таким образом уменьшилось 2,4 раза. А экспортируют Кыргызстан в Поднебесную в основном продовольственные товары и сельхозсырье – мед, орехи, фрукты свежие и сушеные. А импортируют страна продукцию легкой и текстильной промышленности. В общем объеме импорта она составляет 77%. Что же касается дипломатических отношений, то они находятся на весьма высоком уровне. В текущем же году они развивались с учетом ситуации вокруг ковида. Сторонами планировался ряд важных мероприятий на высшем и высоком уровнях, но они перенесены до полной стабилизации ситуации. Китай является и всегда будет одним из приоритетных партнеров во внешней политике Кыргызстана. Как истинный друг, надежный партнер Кыргызстана с момента установления дипломатических отношений, да и в самые сложные времена оказывал и продолжает оказывать существенную помощь и поддержку Кыргызстана. Тем временем на этот год приходится пик выплат по кредиту экспортно-импортного банка Китая. Общая сумма составляет почти миллиард 779 миллионов долларов. В прошлом году выплачено около 69 миллионов. За первые четыре месяца этого года погашено обязательство на 35 миллионов. В рамках меморандума взаимопонимания относительно отсрочки обслуживания госдолга Минфинам с мая этого года были приостановлены платежи по обслуживанию внешнего долга, в том числе перед КНР. Таким образом, с мая по декабрь платеж внешнего долга по Китаю, согласно графика, платежей составляет 35 миллионов долларов. В настоящее время ведутся переговоры об отсрочке выплаты долга. Обширная и правовая база в области образования. Имеются десятки соглашений и протоколов. В их рамках в вузах Кыргызстана обучаются свыше 500 студентов из Китая. В университетах КНР около 60 наших студентов. В Национальной библиотеке 8 лет назад был образован этот Центр культуры и образования Китая. На выставке можно увидеть все периодические издания, в том числе популярные журналы, в том числе как Куанти-Мост. Новые номера поступают ежемесячно. Это позволяет студентам и любителям Поднебесной быть в курсе всех событий, в том числе культуры, образования и экономики. И ребята постоянно приходят, которые изучают, увлекаются китайским языком. И мы предоставляем им литературу. В нашем фонде уже стоят книги по отраслям знаний, чтобы поддерживать тесные связи. Немаловажную роль дружественный сосед играет и в культуре. Недавно посольство КНР подарило музыкальные инструменты на более чем 2 миллиона сомов. Такой жест дружбы со стороны Китая делается не впервые. Наши народы веками живем в дружбе. Мы всегда любим друг друга, помогаем друг другу, как в паре без пандемии. И, конечно, если детские музыкальные школы, им нужна помощь в инструментах, то дружественный народ Китая, ну как посольство, как посол, я всегда охотно иду навстречу. Их распределили по всем регионам страны. Этот национальный музыкальный инструмент сделан отечественными мастерами. Предварительная его стоимость 35-40 тысяч сомов. А эта золотистая труба закуплена в России. Она стоит где-то 25-30 тысяч сомов. А эта флейта из самой Японии. Ее цена варьируется от 70 до 80 тысяч сомов. Из 37 подаренными Китаем музыкальных инструментов этой детской музыкальной школе имени Шубина досталось 4 инструмента. Дети во всех музыкальных учреждениях занимались на инструментах, которые были закуплены в советское время. Остро нуждались в музыкальных инструментах. И поэтому я хочу поблагодарить вообще посольство Китая, госпожу Дудэвэнь, посла, потому что это огромный вклад в развитие детского музыкального образования. Между Кыргызстаном и Китаем не существует каких-либо принципиальных и спорных вопросов, препятствующих дальнейшему развитию сотрудничества, которое отвечает коренным интересам двух стран и народов. Демир Абазарбаева, Руслан Сабатаров, Аллатот, 24. Итоги недели.